Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс. И в этом видосе я вам расскажу, какие бесплатные игры мы получим в апреле по подписке Xbox Live Gold. И перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. И да, если вам не сложно, то нажмите на колокольчик, поскольку YouTube в последнее время почему-то отказывается присылать уведомления всем тем, кто на меня подписан. Всем тем, кто меня поддержит, большое спасибо! И да, чё там по голду? И в апреле нам дадут следующие игры. Project Cars 2, Knight of Pen & Paper Bundle, Fable Anniversary и Toybox Turbo. И давайте по порядку. Первой игрой стала Project Cars 2. И в принципе не сложно догадаться, что это довольно серьезный автосимулятор, который при помощи первой части заслужила любовь игроков к этой серии. В игре реалистичная графика, множество авто, порядка 180 штук. Реалистичные трассы, которые выполнены точь в точь, присутствует режим карьеры, а также есть мультиплеер. Но самое главное отличие и новшество в этой игре от первой части, это смены и периоды года. Кстати, если что, первую часть тоже раздавали по голду. И да, как ни странно, но зимой тоже можно будет обкатать ту или иную трассу. В игровой индустрии довольно много гонок, но не все они пришлись по вкусу любителям автоспорта. Project Cars 2 частично миновал эту проблему по большему счету из-за управления и чувства трассы. Как я сказал ранее, данная игра это автосимулятор, не аркада. И чтобы научиться ездить как реальный гонщик, стоит потренироваться, поскольку понять как ведет себя машина очень непросто. По отзывам многих игроков, физику сделали в этой игре лучше. Но иногда она просто неуловима и угадать как поведет себя машина нереально. За это кстати игру и хвалили и в то же время ругали. Чтобы больше понять кто прав, а кто нет, напишите в комментариях как вы думаете на этот счет. И собственно из-за этого, тем кто хочет отдохнуть и на расслабоне пободаться за первое место в гонке, игрушка не особо подойдет. Что касаемо версии Xbox One, не знаю как сейчас, но на старте игра достаточно фризила и технически была не прям идеально оптимизирована. Если вдруг кто-то продолжает играть в нее, то напишите как она идет сейчас. Короче как по мне это довольно неплохая гонка в раздаче в подписке для любителей автосимуляторов. Но все же для любителей Xbox в сердце я думаю все-таки остается Forza. Knight of Pen & Paper Bundle. Если что, данный бандл представляет собой две игры, которые являются пошаговым RPG с пиксельной графикой. Если что, данные игры есть везде и даже на телефонах. Игру особо не хвалят, поскольку по словам там не очень цепляющий сюжет и довольно простая ничем не цепляющая механика. Бои в игре происходят в привычном режиме для таких игр, а именно в пошаговом режиме. Где мы сначала юзаем умения, выпиваем зелье, защищаемся, убегаем или же просто атакуем. Рассматривая эту игру для консоли, она мне кажется лишняя, поскольку играть в нее на большом экране при помощи геймпада, ну это не совсем те ощущения. Но играть в эту игру на смартфоне по словам многих довольно таки прикольно. Знаете, когда я увидел, что эта игра раздается по подписке, я поймал себя на мысли, что Майки не особо щедры к тому, что раздавать по голоду. Опять же, может быть я не фанат таких игр, они мне не нравятся, но если вам нравятся такие игры и вы рады в принципе, что эту игру раздали по подписке, то напишите в комментарии, я люблю такие игры. Посмотрим сколько вас. Fable Anniversary. Лично для меня не очень понятно, почему решили раздать именно ее, поскольку она все-таки есть в подписке Xbox Game Pass. Но окей, пусть будет так. Если вы вдруг не играли ни в одну игру серии Fable, и у вас нет подписки Xbox Game Pass, то теперь думаю настало это время. Игра представляет собой переиздание самой первой части этой вселенной, и именно с этой игры многие полюбили эту серию. В игре своеобразный графический стиль, прекрасное чувство атмосферы некой сказки, интересный сюжет и довольно неплохая механика для ролевых игр. Единственное но во всем этом, вы скорее всего не получите те самые ощущения от этой игры, которые получили бы играя во время выхода первой части. Поскольку пробуя эту игру в 2020 году, вы можете сказать, что это унылая и ничем не привлекающая игра. Но если же вы любитель поиграть в нечто старое и пожалуй технически устаревшее, но интересное, то игра в принципе должна вам понравиться, поскольку это некая классика ролевых игр, связанная с Xbox. Если вы любитель данной серии, а именно серии Fable, то напишите в комментарии, за что вы ее любите. Лично я обожаю эту серию именно из атмосферы прекрасной сказки и очень жду продолжения, когда его анонсируют. Кстати, именно поэтому мне кажется эту часть и добавили в подписку, ну так скажем разогрев перед новой частью. И последняя игра, которая будет раздаваться по подписке в этом месяце, называется Toybox Turbo, в которой нам предстоит кататься на игрушечных машинах по разным частям комнаты. Помимо весьма интересных трасс с разными препятствиями, мы должны собирать монетки, а также подбирать бонусы, которые должны помочь увеличить шансы на победу. В общем, несерьезная, но в то же время хорошо оцененная игрушка, которая отлично войдет в коллекцию игр для компании. И делая вывод с тех игр, которые нам раздали, я понимаю, что в принципе дальше не стоит ждать каких-то мега крутых раздач по подписке Xbox Live Gold. Поскольку у нас с вами для игр существует Xbox Game Pass. Но это в принципе чутка радует, поскольку если бы и по Gold раздавали бы одни годные игры, то в принципе на все игры точно времени бы не хватило. Короче, в целом от раздачи в апреле я не в восторге. Обязательно пишите свое мнение в комментариях по поводу этой раздачи, что понравилось, что нет. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился видосик. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok